Молодежное участие в Абхазии Молодежное участие в Абхазии Молодежное участие в Абхазии Лето началось с масштабной акции в Сухуме. В массовой зарядке для страны приняли участие более 200 человек. Старшеклассники из 18 школ участия в Абхазии Молодежное участие в Абхазии приехали в Сухум, чтобы своим примером привлечь внимание к здоровому образу жизни. Зарядка получилась задорная и зрелищная. А завершился день посещением мемориала первого президента Абхазии Владислава Арденбавишери. Многие ребята побывали здесь впервые. Летний лагерь на Абхазской поляне за многие годы стал брендом сухумского доу-юношества. Конечно, ребята с большим удовольствием провели там незабываемые две недели во время летних каникул. Они ходили в походы, изучали традиционные способы поведения в горах, местную флору и фауну. Здесь, в горах, также велись занятия по четырем основным направлениям проекта – экология, здоровый образ жизни, гражданское образование, математика и другие точные науки. В сентябре началась обычная жизнь клубов. Группы начали работать в прежнем режиме. Каждый клуб проводил еженедельные занятия по четырем направлениям проекта. Кроме того, во многих клубах проводились клубные дни, когда ребята из всех четырех групп собирались вместе, чтобы обсудить свои планы на будущее, организовать конкретные мероприятия и так далее. В том же сентябре все клубы приняли участие в очередном масштабном мероприятии. На этот раз более 400 школьников приехали в столицу, чтобы посетить спектакль русского театра драмы. Авторам проекта было важно, чтобы молодежь включилась в культурную жизнь страны. Долгие годы у подрастающего поколения не было возможности ходить в театр. Культура посещения театром в целом оказалась утрачена. Сейчас театры открылись после ремонта, и координаторам удалось познакомить школьников с удивительным действием, которое происходит на сцене этого театра. Идет спектакль «Место дана дураков» по известной пьесе Леонида Филатова. Многие ребята впервые в театре. Такого интерактива от актеров они не ожидали. Очень понравилось. А что понравилось именно? Все, все понравилось. Хорошо было, смешно, весело. Было интересно. Это было впервые для меня. То есть в театр первый раз попала? Да. Еще придешь? Конечно приду. А позже ребят порадовали еще одним спектаклем, уже в Афгазском драматическом театре. Здесь молодежный театр представил пьесу итальянского драматурга Эдуардо Филиппо «Человек и джентльмен». И снова великолепный зал и захватывающие представления на сцене. А у юных зрителей снова копятся незабываемые впечатления, которые останутся на всю жизнь. И нам только кажется, что очень мало правил у пешеходов. У пешеходов очень много правил. Почти столько же, сколько и у водителя. Проблема безопасности на дорогах этой осенью оказалась и в центре внимания участников клубов. Специально для активистов в Сугунском доме юношества был проведен тренинг. Вначале ребята проверили собственные познания в области правил дорожного движения, а затем посмотрели юмористические ролики, где очень наглядно изображались примеры нарушений на дорогах, а также правильное поведение в заданной ситуации. Теперь участники тренинга смогут преподавать ребятам из младших классов основы безопасности дорожного движения в рамках работы своих школьных клубов. Кстати, школам также было передано специализированное мини-оборудование, наглядные пособия и учебные материалы для ведения таких уроков. Вообще, одной из целей проекта была организация работы молодежных клубов в школах. Важным направлением работы этих клубов было проведение совместных мероприятий, в рамках которых клубы самостоятельно организовывали совместную работу. И такие мероприятия были проведены в каждом из шести районов Абхазии. Каждая из шести городских школ приглашала к себе по две сельские. В качестве объединяющей всех темы было знакомство с природными и историко-архитектурными памятниками, находящимися в их районах. Из этих презентаций складывается увлекательное виртуальное путешествие по удивительным местам, которые сегодня очень нуждаются в нашей заботе. Кураторы мероприятия выразили надежду, что ребята продолжат работу в этой сфере и помогут привлечь внимание общественности к проблеме защиты памятников архитектуры и истории в Абхазии. Это лишь часть мероприятий, которые мы успели показать в этом небольшом сюжете. В течение двух с половиной лет работы проекта «Молодежное участие и развитие в Абхазии» проделана огромная работа в школах, отдаленных от центра страны. Проведены десятки акций, семинаров, тренингов, походов, исследований, сотни развивающих уроков. Тысячи школьников смогли почувствовать себя частью общего дела, и на совместных встречах эта общность была очень заметна. Очень важно продолжать работу в клубах и в различных направлениях, вкладывая энергию в развитие молодого поколения, формируя активных граждан своей страны.